Ну смотрите, что происходит. Есть олигархические некие моменты, которые забывают абсолютно о жителях стран. Делят газ, делят нефть, делят какие-то конфеты, как мы знаем. Я родился на Украине. Я знаю, в каком состоянии Украина, потому что у меня все живут сейчас там, продолжают жить. В Украине негде черпать ресурсы. Я слышал мысль, что если Украина идет в ЕС, это рабство, это колония. Но всегда Украина в последние годы стремилась к свободе в определенной степени, к выбору. У нее нет никаких других возможностей, у нее нет ресурсов такого огромного, как есть у России, содержать полицию и все прочее, содержать лояльную армию властям. Поэтому, во-первых, я за то, чтобы Украина уходила в Евросоюз. Там публика готова жить в Европе. Украинская публика и, прежде всего, Киев, допустим, вся западная Украина уже давно, как вы понимаете, абсолютно никакого отношения не имеет. Ни к Советскому Союзу не имела, и, соответственно, никакому российскому... Восточная Украина, да, я из Харькова, это Восточная Украина. Это Россия, и Донецк это Россия, по сути, да. Но там есть уголь, они хоть как-то, хоть как-то... И главный пахан родился в Донецке, поэтому он подкармливает пацанов своих. Ну, вот, либо с Россией и с бандитами, либо Европа страшно, но надо двигаться в цивилизацию. А утеряло влияние, ну, опять же, не про людей же все, они же договорятся про себя. Если думать о людях, значит, в Европу. Если думать друг о друге, значит, нам никакого выбора не остается, кроме как вершить какие-то революции, наверное, потому что Украина бедная страна. Ее надо распахивать, это аграрное государство, тогда оно выживет. В Европе рынок сбыта существует, в России, понимаете, пока есть Турция, пока есть вот эти овощи, нечего ловить здесь, в Украине. Поэтому я не политик, не экономист, но я так вот интуитивно понимаю, что лучше в Европе.